Водолазы очищают морское дно от колющих и режущих предметов, чтобы обеспечить отдыхающим безопасное купание. Водолазам необходимо обследовать 17 городских пляжей. Затем они приступят к частным. Только после этого можно открывать купальный сезон. Обследование проводится примерно на удалении от берегового среза, где-то метр восемьдесят. Это где ставятся буйки. То есть там, где граждане ходят просто пешком, могут порезаться. Обычно водолазов находками не удивить, но в этом году их озадачил улов на пляже в Лузановке. Там помывало две рейсы, мы их отметили. Чуть позже, через неделю четыре, может больше, мы привезем оборудование, будем размывать, срезать его. Там хорошие такие рейсы, очень ржавые, очень острые. Водолазы тщательно исследуют каждый сантиметр морского дна. Все находки складывают в специальные мешки. Мы идем по дну, там какие-то мелкие предметы собираем в сетку. Дальше выносим на базу, утилизируем. А если какие-то большие конструкции, то привозим технику уже и умываем, выкапываем, вырываем, если есть такая возможность. Сегодня водолазы обследовали дно на одиннадцатой станции Большого фонтана. Наиболее распространенные находки – металлические предметы. Именно они самые опасные для отдыхающих. Зацепившись за остатки металлоконструкции, человек может не только порезаться, но и получить заражение крови. Что уж говорить о затонувшем танкере Делфи. Водолазы опасаются, что судно в этом курортном сезоне так и не уберут. И вокруг него будут массово плескаться отдыхающие. Ирина Щеглова, Константин Нечерет, Телеканал Репортер.